Уважаемые читатели! Универсальный читальный зал Кустанайско-областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого продолжает свою работу по продвижению газет и журналов из фонда библиотеки. Хочу представить вашему вниманию республиканско-юридический научно-практический журнал «Фемида» и познакомить со статьей Айгуль Куатовы «Правовое регулирование оценки земли в Республике Казахстан». Земельные отношения в Казахстане – насущный и актуальный вопрос. Они складываются достаточно давно и сейчас более-менее утверждены. Довольно долго проводились земельные реформы, и на данный момент правительством Республики Казахстан рассмотрен и в 2015 году принят новый земельный кодекс, в который опять-таки внесены некоторые изменения. Целью закона является внедрение новых механизмов, стимулирующих передачу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность, в том числе посредством их приватизации и комплекса организационно-правовых мер по обеспечению рационального и эффективного их использования. 1 июля 2016 года действует новый закон по землепользованию. На закон направленную реализацию пяти институциональных форм в части введения в рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения, упрощение процедуры смены целевого назначения земельного участка. Право временного возмездного землепользования для сельскохозяйственной цели предоставляется Для введения крестьянского или фермерского хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства, романам на срок до 25 лет. Для введения товарного сельскохозяйственного производства иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц составляет более чем 50% на срок до 25 лет. Граждане и негосударственные юридические лица, которые ранее приобрели земельный участок для ведения крестьянского или фермерского хозяйства и товарного сельскохозяйственного производства в рассрочку, либо по льготной цене, становятся собственными такого земельного участка. Без взимания дополнительной платы за земельный участок при условии оплаты не менее 50% от его кадастровой стоимости до 1 июля 2016 года. Земельные реформы в Казахстане проводились в три этапа. На первом этапе 1991-1993 года был введен в действие земельный кодекс, принятый Верховным Советом в 1990 году, в котором категорически запрещались купли-продажи, дарения, сдачи в залог земли, то есть все основные атрибуты частной собственности на землю, кроме аренды. На втором этапе 1994-1995 года, согласно указу президента по совершенствованию земельных отношений, разрешались рыночные сделки по продаже права на владение и пользование землей. И существование акта купли-продажи земли, оставшейся в безраздельной государственной собственности. На третьем этапе 1996-2002 года на основе статьи 6 Конституции Республики Казахстан закреплялась государственная частная собственность на землю, предусматривая предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам в постоянное или временное пользование. С 1995 года земельные отношения регулировались земельным кодексом, принятым в 1990 году. Согласно его базовым статьям, земли сохранялись в государственной собственности, а за каждым субъектом хозяйственным закреплялось право долгосрочного землепользования. В 1995 году президентом страны и правительством был сделан значительный шаг по пути реформирования земельных отношений. После принятия Конституции Республики Казахстан, где определено, что земля может находиться как государственной, так и частной собственности, был принят указ президента Республики Казахстан о земле от 25 декабря 1995 года, который регулировал земельные отношения до 2001 года. В 1996-1998 годах сложилось непростое положение. В пользование государственной земель осталось всего 11 млн гектар, то есть 6%, остальные 93 и 3% земель сельскохозяйственного значения по законодательству завыкреплены или подлежат закреплению за собственниками землепользователями, а также негосударственными, юридическими и физическими лицами, отдельными гражданами или их группами, объединенными в товарщества или корпоративы. При этом в частной собственности оказалась всего одна треть земельного фонда страны. Присмотрим основные положения земельного кодекса. Земельным кодексом предусмотрены 3 вида права землепользования, постоянного, временного и частной собственности. Два варианта выкупа земельным участком сельскохозяйственного значения в частную собственность по полной кадастровой стоимости и по льготной цене. В частной собственности граждан и негосударственных юридических лиц могут находиться земли под застройку или застроенные производственными и непроизводственными, в том числе жилыми зданиями, строениями, сооружениями и их комплексами, включая земли, предназначенные для обслуживания зданий, строениями и сооружениями в соответствии с их назначением. Согласно действующему закону о земле 24 января 2001 года, земельные участки сельскохозяйственного значения не могли находиться в частной собственности. Данный институт распределялся только на участки, предоставленные казахстанским гражданам для ведения личного домашнего хозяйства, садоводства и дачного строительства. Если говорить в целом о частной собственности на земле и сельскохозяйственном значении, то она имеется практически во всех странах с развитой рыночной экономикой. Земельный кодекс в более полной форме регламентирует земельные отношения к стране, так как здесь включены те нормы, которые регулировались многочисленными подзаконными актами. По всей структуре логической последовательности, исчерпаемости и однозначности трактовок тех или иных норм, земельный кодекс в значительной степени превосходит разработанные до сих пор законы о земле. Такова общая оценка кодекса одного из депутатов Можилиса Парламента Республики Казахстан. Он не исключает возможности и необходимости совершенствовать кодекс в деталях. Можилиса Парламента Республики Казахстан